О, у нас игра пошла уже. Да, это пока ножи. То есть тут определяют за какую сторону будет начинать команда. Да, ты ж какой? Синак ты левел на прессе, да? У меня да. Ты вообще ебешь этот мир просто. Я сейчас жесткий в Counter-Strike, честно. Когда-то было иначе разве? А? Когда-то было иначе? Дядь, всегда было такое. Я помню себя в 2003 году, мне было три годика. Я играл в натуре. У нас в городе Электростайл был компьютерный клуб. Мы там играли, блядь. У нас мониторы были 4 на 3, КС 1 на 6. По-моему, тебя тогда уже в FPL позвали прямо сразу. Да, да, да. Ну, ты красавчик. Мне что-то врешь, FPL тогда не было еще. 1,6. Ну, FPL в 1,6. Не было. Чего ты врешь, блядь? Не обманываю людей зрителями. Ты помнишь, да? Я помню. Было охуенно. Нет, потрясающие были времена, а не то, что сейчас. Раньше было лучше. А сейчас тебе что-то не нравится? Ну, раньше, когда, знаешь, ни у кого не было компов, и всем приходилось идти в компьютерный клуб, где каждый, ну, нужно было отвечать за слова, ты не мог сказать, что я твою маму там… А ты сейчас прям горишь, да, эстеры этой эмоции, что тебе, видимо, часто хамят? Не, ну в компьютерном клубе тебе пизды дают моментально, понял? Особенно старшаки. Вот. Сейчас такого нет. Сейчас каждый что угодно может сказать. Если тебя за их сыгуль 16-летний просто может послать нахуй. Ну да, и ты ничего не сделаешь. Ты, кстати, пошел нахуй. Могут сказать, я твою маму. А ты ничего не будешь делать, ты губку будешь питывать. Да, ладно, дорогие друзья, мы начинаем комментировать следующий матч. Точнее, как следующий матч? Следующую карту. И это Ancient. Да ну нахуй. А может по классике просто. Они выключены, да? Ну что, поехали. Первый пистолетный раунд. Нет, не выключены. Команда Бустера начинает в атаке. В защите команда Эвилона. Поехали. Ага. Кореш, посокасте мне, пожалуйста. Посокасте. Можешь вот ту гарнитурку можешь? А я тебе будет слышно игру. Доту. Доту тебя слышно не будет, к сожалению. Жень. Нет, ты можешь сами посидеть, если хочешь что-то? У нас микрофон еще есть. Ну, если ты готова, конечно, к таким страшным вещам. Все, это да. Вот. На Dusty Mirage. На Dusty Mirage? Да. А вот эту коробку видела я хотя бы раз? Это кабл стул. Надо придвинуться сюда, чтобы было хоть что-то видно. Типа, берем стул и погнали. Сейчас мы организационные вопросы все решим. Вы пока пистолетку насладитесь. Я буду послаждаться. Это боты какие-то. Так, погодь. Во. Вот так будет лучше. Что тут? Бустеры, так понимаю, выигрывают первый раунд, да? Если сейчас Эвилонные компании не смогут что-то сделать. Ну, да, правильно понимаешь. Правильно понимаю. Один на три ситуация. Заход на Эвилента. Хороший хэдшот. А дальше времени мало. Времени очень мало. Надо добиваться и диффузить уже. Ой, что ж он творит? Ой, что ж он делает? Ой, 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 упал. А там диффуз-киты, диффуз-киты. Не успел. Ой, блядь. Анимешник не успел. Краш не успел. Диффузить бомбу и он умер. Получается, да? Так, что же мы видим дальше? Нам показывают контр-террористов. Это как террористы, только наоборот. Вот, ага, мы видим Славу Бустера. Можно ему привет передать? Пошел нахуй Слава. Пока есть кодявки. А Ункер, солнышко мое, зайняка моя. Так, дальше, что мы видим? Какой нож у Поки? Как же заебалить стримеры с своими ножами за миллионы долларов? Вот бы мне кто-нибудь дал, я бы хотя бы купил компьютер. Так. Я обычно заканчиваю предложение, но вот бы кто-нибудь мне дал. Ножа мне явно не надо. Так, Бустер. Опять же выёбывает с ножом. Теперь у него Галиль какой-то. Кто Галиль покупает? Там жесткий пушк, кстати. От КТ. Смотри, они сейчас на боковине выходят. Ой, что же он сделал? А Ункер, блядь. Не, ну это жестко. Подкрадывается Пока. Сейчас, блядь. На нос! Не-не, его теперь слышно, кстати. Он свапнулся. Они вообще не слушали его. Господи, что? Ой, блядь. Ну что за команда? Я хуею. Да. Так, ну а ставить? Аку, ты на какой больше ставишь плей? На Б или на А? Я себя не слышу, когда ты не в микрофон. Смотря на какой карте. А. Врубите, пожалуйста, микрофон Акулки мне в уши. Вот. И какая твоя любимая? Мираж. Я всё ещё тебя не слышу, правда. Ну так понимаю, да. Я могу сказать, какая у него любимая поза. Я тоже могу сказать. Не надо. Он любит стоять траком. Не надо, нет. Хуйню несёшь? Да-да-да, обожаю. О, Вадя, красавчик. Вот он. Футболчик управляет. Легендарная хуйня. Ваня строго уходит. Пока, Вань. Пока, Ванюш. Наконец-то он съебался. По-моему, у него реально тысяча минус семь. Сён немножко перегрелся там. Жёсткие катки были. У меня работает. О, работает. Да, работает, работает. Даже кричишь. Так что там по поводу поз? Он любит стоять траком. Ага. Давай ты не будешь хуйней говорить, хорошо? Ну да, конечно. В эфире тут всё-таки люди смотрят. Да, не буду ничего говорить. Конечно же, дома я стою. Ебало, завали нас. Да. Кто из вас готовит? Пишите, я люблю, но это что? Да, всё, ладно. Ну всё, извини, пожалуйста. Вон, комментируй матч. Вон, видишь, игра активная. На экране попка. Попка в печали. Тысяча минус семь. Вадимка пьют воду. Ну, после вчерашнего вода она знает. Просто кайфуют. Абсолютно точно. А вот и, конечно же... Нихуя себе! Да, друзья, это замечательный Хавел Джолион. Тот самый стильный. Тот самый городской кроссовер. И, конечно же, мы вместе с ним рашим, пушим и драйвим в следующий раунд. Бустер, наконец-таки, возвращается обратно к себе в кабинку. В кабинет, так сказать. Вот, и готов играть в следующий раунд. Видимо, там были какие-то... Я не знаю. Возможно, он просто поставил паузу, чтобы пойти кому-то что-то рассказать в чужой кабинке. Напротив. А есть у нас инфа какая-то вообще, что происходит? Ну да ладно. Скоро узнаем. А можно узнать у вас какое-что? Да. А почему у вас Владимир Владимирович стоит рядом с экраном? Это наш... Талисман? Талисман, да. Заряженный на успех. Заряженный на монитор. На деньги. Так, стихо. Нет. Нет. Я, пожалуй, помолчу. Тебе, мне кажется, просто отрубили микрофон после этого. А кто сейчас смеется? Не понял, блин. Что за хуйня, блин? Во, во. Ну наконец-то. Бебра и Спорс готовы. Куда-то врываться? Нет, где-то. Мы не знаем, честно говоря, что вообще происходит. Наверное, нам сообщается всем скоро. Нет. Один, 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 один. А, ну вот. Нам говорят, что просто пауза. Ну ладно, чилим дальше. Вернемся вместе с каткой совсем-совсем скоро. Пока послушаем, что там игроки говорят. Скажи, тебе хоть заплатили за это? Или ты по приколу пришел? Я пришел... О! Я пришел смотреть на портрет. Ага. Да. И на тебя, очевидно. Но про тебя мне никто не говорил. А с каким счетом бустер въебал? 16-6. А, да тут тоже что-то. Первая карта. Отличный хэдшот в Поке. Пок что-то сегодня зверит вообще. Я уже давно такой форме не видел. Обычно вижу его раздетым. Так. Бока в боковине. Он просто прорвал оборону. В точнее, как оборону. Просто стояли парни. Он их зажарил в боковину. Максимально по кайфу. Норберт вместе с бустером остается вдвоем. Подобираем Галил. Пытаемся выбить экономику. Как это будем делать? Вот вопрос серьезный. Неплохо залетело. Да не очень, да. Да, парни. Не, Пок Светди кахову. Ты пытался с зимой делать ар fucked. На улице невозможно. За сколько разряжается телефон? Моментально. Моментально? Я просто помню, как ты тоже где-то в минус 10 пытался. Моему телефону не понравилось. Ну там рукам пизда полная сразу же. Надень три перчатки. В чем проблема? Кроме этого, я слышал, что акулий жир помогает. В природе, я имею в виду. Помогает. Рыбий жир, да? Да, а акул самый крутой. И у китов. У китов вообще топ-чанк. Дорогущий, наверное. Так, ну пока у нас, конечно, вообще ничего не получается в атаке. Игры нету, в буквальном смысле. Еще и паузу ставим. Давайте возвращаться все-таки именно в СИЗГО нормальный. Надо уже какую-то борьбу. Нет, у меня здесь пикит волос. А, вот в чем проблема. С ТСом что-то не так было? Дабл войсит. Ты хотя бы раз в кабинке играл? Нет. А хочешь? Нет. Сидишь. Пять мужиков в замкнутом пространстве. Нет, ну была такая судьба в банке, но не в кабинке. Я зашел там, так пахнет як. О, там вкусно. Классический киберспорт. Так, ну что у нас тут бустер с пистолетами. Ну, в смысле, команда его с пистолетами. Сейчас будет довольно простой раунд для Эвилона. Должен быть во всем случае. Единственный смысл здесь просто порваться, как обычно, в Б. Те, кто, кстати, не смотрят у нас Эншент, должны... Точнее, те, кто смотрят, должны знать. Те, кто не смотрят, сейчас узнают, что это карта одного плента буквально. В общем, если тебе когда-то придется играть прокатку в Эншенте, вставай всегда на А в Дефенсе, потому что на А никто никогда не ходит. Это вообще точка, где ты можешь прям раскрывать калыч. Спасибо, брат. И наслажаться жизнью. И сейчас мы увидим примерно 15 раундов на Б, возможно, 14 раундов на Б и один на А. Кто-нибудь вообще эту карту выбирает в матчмейкинге, нет? В ММе фиг его знает. Сейчас бы в ММ куда-то заходить, кайс-го играть. Валь, верните кабл, пожалуйста. Да, кабл, кэш, да что угодно в целом. Я готов на все, что хотите. Лишь бы Вертига еще убрали тоже. Было бы замечательно. Вилон сегодня на массе. Он сегодня очень-очень уверенно играл на первой карте. На второй, как вы видите, тоже придушка идет плотная. И теперь уже девайсы имеются в атаке. Хаешки ранее, но посмотрите, что такое миддл сейчас. Просто супер дробная линия. Норберт погибает первым. Си. Халдится. Бустер тоже просматривает миддл. Кураж. Неплохо перестрелил у Вилона. И мы видим даблкил легчайший. Вот защита и... Вот такие раунды на самом деле очень сложно брать с одной стороны. С другой стороны ноль инфы по Алмазеру. И как раз таки он может сейчас обойти парней, которые находятся на аппленте. Бомба лежит, я так понимаю, у мидда. Но не под контролем, у атаки. Еще минута есть. Как думаешь, они распетляют? Я думаю, нет шансов. Там же Слава. Бери микрофон, что ли? Ладно, если в другой был человек. Я не знаю. А, ну окей. О, нет. Все-таки как раз таки второй опорник умер. Из-за этого, соответственно, у Алмазера намного меньше шансов. Минус дикой. Понимаю. Алмазер. Ты бы, кстати, пошел чистить арбузы? Вместе. Да, с удовольствием. Я бы сходил. Опа. Вспомнишь он? Вот и Дэн. У нас на экране. Так, ну что, поехали дальше. У нас получается атака, как обычно. Начинает за здравие. Посмотрим, получится ли компэкнуть у бустера вообще в этой игре. Потому что пока идет очень-очень тяжело. Так, хороший фраг с ВП. Ну а в ответку... Не, ну Славик, конечно, хорош здесь. Вопросов нет. Если еще подберет ОВП и с ним сыграет, или дропнет на следующем раунде, будет вообще кайф. Но кайфа, походу, никто не даст. Алмазер должен открывать спаситель на Б. Углы не самые комфортные. Ну и флэш, соответственно, нету атаки. Бая нету тоже. Так что сложно открыться. Легчайшая тавелона. Открываемся дальше направо. Посмотрим, работаем. И Алмазер остается один. Шо как, покушал? Отлично! Я готов! Спасибо Корешу, что меня поддержал. Да, спасибо Корешу, что он тебя поддержал. Кореш молодец. Кореш, да. Кореш по кайфу. Так, ну, пятый раунд для команды Явелона. Скорее всего, мы с вами увидим. Да, если, конечно, Алмазер один в три не заберет этот раунд. Но шансов на этот раунд, конечно, абсолютно ничтожны. Но посмотрим. Алмаз все-таки профессиональный игрок. Поэтому здесь у него, возможно, имеется какой-то план. Ну, этого плана придерживался и Пока, который и закрывает, соответственно, эстафета фрагов в раунде под номером 6. 5-1. И команда Славы берет себе тайм-аут. Вообще, конечно, главный вопрос этого матча, вообще может ли Бустер справиться с тем давлением, которое было на первой карте. Да, потому что сейчас вторая идет вообще ни в какие. То есть, ну, тупо не получается ничего. Да, да. Ну, то есть, дефенс вроде здесь сильный, но мы смотрели профессиональные игры, да, и понимаем то, что все-таки в атаке можно. Да, миксом почти сложно, но в целом... Не, ну, если они до пяти, до шести раунда доберутся по итогам первой половины, это хороший счет будет. Вопрос другой. Даже это будет сложно сделать. Судя по тому, что мы видим, у парней вообще ничего не получается. Даже у Алмазера, я смотрю на Алмазера, это по дефолту, да, чел, который накидывает очень-очень много. Норберт обычно очень хорошо саппортит при позиционке грамотной, которую он всегда сам выбирает. И ты такой, типа, где эти парни? Где вообще... Где команда у Славика? Слушай, ну, вчера, во-первых, да, команда Бустера вела, по-моему, то ли 4-2, то ли 3-1 поначалу за атаку. Потом они отдали камбэк с Троговчаном, вот, и они проиграли первый половина то ли 10-5, то ли что-то около того. И в итоге они закамбэкали практически, да, проиграли карты 16-14, но камбэк был. Поэтому здесь не исключено, что будет аналогичная ситуация. Вот Аслава есть первое место. Наконец-то есть какая-то интрига. На девайсном раунде. На втором уже хотелось бы больше этой интриги. И нет, Эвелон ее хоронит пока что. В самом случае забирает Алмазера в самом начале. И при этом всем он контролирует теперь выход на мид. Получается, что так. Здесь очень-очень сложная ситуация для атаки. Кси попробует СВП, конечно, разрулить, но с другой стороны мы видим то, что у Дефенса нет вообще гранат практически. А, нет, стоп, простите. Прошу прощения, но атаки сейчас будет заканчиваться постепенно. Раскидка, надо начинать. Минута. Зачем у них будет заканчиваться время? Сейчас полетели молики. Пока. Ну, пока решил в дымах здесь разыграть. О, йо, йо, йо. Ты бы услышал, как он вбежал в эту позицию. И пока ситуация равная 3 на 3. Контролим, контролим. Смакетский. Но тем временем. Пока что еще даже вот, несмотря на присутствие разменов, да, ситуация для атаки легче намного не становится. Обычно размены там 2 на 2 в пользу для атаки идут. Здесь же, в свою очередь, настолько крутая сейчас позиционка у Тима Вилон, что есть, опять же, замыкающие со спины, если что, да. Внутри планта двойкой стоят, если что, на размене можно также будет сыграть. Комфортная ситуация, короче, для Дефенса. Сейчас уже менее комфортная, правда, особенно после этого фрага. Так, ну в итоге 20 секунд, и нужно все-таки брать пачку в руки, лететь на планта, ставить эту бомбу, и потом уже, соответственно, доигрывать этот раунд до конца. Но равенлод, возможно... Ой, какая же позиционка у Ксея здесь. Прочитай этого равенлод. Да, прочитал, но фраг дать он не сумел. Все, тише, тише, тише. Тише, тише. Слава сам тушит свои порывы, страсти. Он понимает, что еще не время развлекаться. У Дефенса слишком много экономики, они на протяжении предыдущих там экономических, антиэкономических раундов не теряли девайсы, поэтому у них очень хорошая сейчас бем экономики. Ну посмотрим, насколько ее хватит, потому что проиграв этот раунд, там уже будут небольшие трудности. Так, ну там какой-то кол от команды полетел, мы его пропустили, но да ладно. Тут все-таки, да, этот раунд очень важен. Там будет денежка у двух игроков команды Эвилона, если этот раунд проиграется. Слушай, ну стартовый пак гранат залетел, но фрага пока нет. Здесь пока что смачок не самый качественный от Бокки. Пустушил Молотов. Эвилон есть первый фраг по Норберту. Вади уже, кстати, второй раунд подряд пушит центр, и это приносит свои плоды. То есть он реально берет огромные плац карты. Плац карты, блядь. Я беру плац карты. Купай ее, блядь, СВНа. Занесите мне, пожалуйста, чайку. Ну, короче, огромный объем карты берет и полностью ее отрезает. То есть Вади дает очень много инфы таким, помимо этих антрефрагов. Алмазер. Ой, ой, ой. Не, ну это легенькое просто. И рефраг есть от аункера. Да, работает. За четненько. Смаки кидаются. И дальше мы понимаем, что в целом у Тим Бустер надежда только на одного замыка еще на планте. Да, если сейчас Кураж сможет найти себе фраг, вот он, вот он как раз таки. Он очень важен здесь, да. Либо он создает шум и таким образом перетягивает на себя, либо дает килл, но желательно... О, 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 шашлык отмена! Какой поджим! Не, ну это ту матч. Это что-то совсем легко. Такой развалка. Слушай, а тайминговый поджим при инфе в том, что есть один А. Интересное решение. С одной стороны, с другой стороны мог бы потерять на позиционный куб. Оно могло быть опромеченным, с одной стороны. Оно могло проиграть раунд ему. Ну ладно, пока... Ну, какой в жопу раунд? Там 6-2. Или сколько? Как? 8-2. 6-2. 6-2. 6-2. Вообще неважно. Ты можешь потерять EVP, ты можешь потерять экономику, не так страшно. Так, ну пока слава здесь негодует немного. Ладно, деньги есть, закупились на все, что только есть. Такие раунды очень обидно проигрывать, согласись. То есть вроде как у тебя не то, чтобы очень много сетапов было, не то, чтобы ты там что-то создал по-настоящему крутое, но с другой стороны у тебя был уже опорник на А, ты уже завел Чела, ты уже попытался передвинуть к нему бомбу, ты думаешь, сейчас, возможно, там уже что-то выйдет. Но ты ни на А не можешь, ни на Б не можешь. Куда тебе идти? Ставите ВП-центр? О-хо-хо! Это уже было сильно от Норберта. Ой, Адека! Уже пост, так скажем, пост-блайнд-эффект сработал, дал свой фраг, но все равно игра засчитала будучи блайндом, он нашел фраг. Ладно, 4 на 3. Но ситуация все равно игровая. В принципе, ну, Курашу бы девайсов где-то подобрать было бы неплохо, а вот это уже ошибка. То есть если бы этот фраг нашел Алмаз, то было бы 3 на 3, и с этим реально надо было работать. Кураш бы забрал себе где-нибудь девайс. Ну, а так 2 в 4, не имея позиционки, не занявший плент. Адека, я так понимаю, это какой-то 10-ый фпл? Или что? Что-то около того. Ну, типа я смотрю просто на геймплей. Не, ну, я говорю просто, опыта на этой карте, я думаю, не у всех много, да? Опять же, ребята-стримеры на ней наименьшее, так скажем, количество игр провели по сравнению с теми же профиками. Потому что никто не пикает, да, к сожалению. Ну, это обидно. Я имею в виду в смысле, что пул-то и создан для того, чтобы было разнообразие в Counter-Strike, потому что лично... Говорит хейтер Vertigo. Не, ну, да, это тоже. Эта карта вообще не должна существовать. Но, опять же, мы по моему личному и субъективному мнению. А я там считаю, что тебе... Ого! Ты играешь, условно говоря, уже два Inferno, а третьего Inferno тебя максимально тошнит. И чем более распространенно эти пул-карт будут в том же самом мембит, нам лучше. 7-2! Счет и Тимовилон чувствуют себя настолько комфортно, насколько это возможно. Вы скажете, что это, наверное, это КТ-сайт, но будем честны, у Тимбустера просто вообще почти ничего не получается с точки зрения доходов, каких-либо сетапов. То есть, главное, если бы они раунды проиграли прям в супер какой-то плотной борьбе, там каждый раунд 1-1, ну, 1-1 и так далее. Но здесь же прям действительно без идей. Почти без клатчей. Да, почти без клатчей. Почти без ситуации. Ну, у нас вот клатч, наверное, только был один, когда ты еще пушил в пистолетном раунде. 2 на 2 было разыграно. И тогда у Тимбустера было... Буквально там секунды не хватало, чтобы разить вузи бумбу эвилонцам. Эвилоновцы. Нового поколения. Смотри, как залетели, да, на базу Б, ровным счетом никого здесь не оказалось. А, это игра из-под ретейка. Благо на эншенте это реально, ну, можно делать. Очень-очень. Тем более, все гранаты есть. Да. Вот самое важное сейчас нивелировать импакт от Кси Пауэра, потому что если... А, ну, он остается здесь, его зажимают с двух сторон, его должны прочекать. Вот он делает фраг, сейчас заходит в спину, и все. И позиционку Тимбулон начинает просаживаться очень серьезно, непонятно, таких углов чекать. Так, выгибает бустер, а вот тут Норберт со спины приходит в очередной раз, а вот теперь позиционка абсолютно плохая для команды Эвелона. Но ездив у скиты можно положить смок направо, да, сейчас слева отстрелить и зайти. Не-не, все, уже времени нет, уже сто процентов надо отходить. И более того, а дека этот сам прекрасно понимает. Семь-три. Наконец-таки есть раунд для команды бустера, и все девайсы выбиты из защиты, но экономика там, опять же, да, хорошая у дефенсы, поэтому они будут закупаться максимально комфортно для себя. Но вот опять же, вот за счет чего взялись, по крайней мере, два раунда, которые я увидел, это где-то кто-то промытился, где-то в офф тайминг попал и все. А то есть именно, знаешь, вот такого перформанса прям что, прям аутплей. Ну разве что его можно расценить за ход в аплент, но это тоже такой офф тайминг от команды дефенса. Да, мне кажется, не договорились. Вот сейчас как раз видно по камерам, что там показывают, что Поко сейчас пытается выяснить, кто же должен был защищаться Б. Не договорились до конца по этому поводу. И Алмазер уже внутри плента играет от глубоких точек. У нас команда Эвилона забирает опять же опенкил себе Поко. Грамотно. Было сыграно защиты. Второй фраг от Поки, третий. Нет, третьего не будет. Там уже забрали. И 2 на 5. Ситуация крайне печальная. Мы видим то, что первым темпом совершенно не получается этим бустер играть, хотя они попытались повторить ровно то же самое, что у них было на предыдущем раунде. И если бы Алмазер прочекал, да, право. В том случае, были бы хорошие шансы на то, чтобы законтролить плент, поставить там птицку, окопаться. Но вместо этого мы видим тотальную доминацию Тима Эвилона. И это уже 8-3. Супер много раундов. Да, мы говорим о том, что бустеру надо буквально двоечку, наверное, чтобы чувствовать себя не так плохо на второй половине, но поможет ли она им? Даже я уже не уверен, честно говоря, их перестреливают на всех уровнях. Ну, слушай, еще 4 раунда из этих 4-х надо хотя бы 2 забрать бустеру. То есть до 500 доберутся, будет хорошо. Сейв доф для Кураша. Тег 9, Мак-10, 2 АК-47. Ну и там, соответственно, 3 АК-47, длинная МК и снайперская винтовка для защиты. Ну и опять же, если этот раунд они проиграют, у них все равно еще будут деньги сверху на реализацию девайсного. Ну, посмотрим. Здесь опять же поджим в спину и Кураж этот момент не прочекал. Есть минус от Поки. Хорошая работа. Кураж все-таки минус по деку. Нашел снайперская винтовка здесь себя не оправдала. Ага, Вадя Эвелон. Вадя Эвелон снова на центр сделал аркаду. Его уже ждут. Ну и здесь выход на точку А вроде как. Или нет? Нет, все-таки под Б. Представляется разыграть. Эвелон со спины в очередной раз находится в килл. Второго видео второго переиграл. И там еще и третьего Кураж последний. Минус два от него имеется. Третьего. Нет, не хватило урона. Вадя. Минус четыре. Да, заряжает ему Эвелон. Причем сначала это делает Поко в одном раунде. Потом открывается очень круто Эвелон. И мы видим тотальный развалисимый. При том, что опять же, да, по неймам. Вот есть и неймдропы сейчас. Да, Алмазер, Ксипауэр. Ну, просто нереальные же совершенно люди с точки зрения нынешней формы, скилла и участия. Ну, там Норберт, очевидно, то же самое. Три прошлника, которые регулярно участвуют не только в профматчах, но и в наших шоуматчах. Тоже показывают классные катки. И мы смотрим за очередным раундом на атаки от команды Бустера. Они играют через мидл, триплой. Но это уже минус один. И все-таки есть контрфраги? Есть трифраги. Можно двигаться дальше вперед. Здесь ожидает Поко. Его не чекают. Что с чеком? Что с чеком, парни? Не, Ксетак проверил, знаешь, ради приличия. Ну, я про чекал. Да-да-да. По итогам Кураж нашел фраг по Поке. И справа не смотрит дека слишком в открытую. Здесь мувил на В. Остается только один Ревенлот. Так, ну ладно. Тут следующий раунд очень важен будет для команды Эвелона. Сейчас мы договорим за этот раунд и потом уже пойдем в следующий. Да, здесь установка бомбы уже имеется. Кураж вовтайминг попадает, погибает. Один в два для Ревенлота. Попытка клатч раунда один в три. Но уже против двух остался. Бусь, но лимфы. Но лимфы по тому, где находится оппонент, ему очень сложно будет выбивать. А по нему-то как раз инфа была о том, что... Ага, это сейф, да? Ну, чтобы не разгроб девайс, да-да. Возможно, что-то удобное для себя заберет. либо калаш, либо авик, там, что, смотря, лежит на полу. Авик забирает. Вот. Но, тем не менее. Так вот, следующий раунд очень важен, потому что, если команда Вилона, к примеру, его проигрывает и делает счет 9-5, тогда на заключительный раунд первой половины они выйдут, с плохими деньгами. Это 9-6. Это потенциальный выход на камбэк от бустера. Это, значит, специальная третья карта. Потанцевальный. Потанцевальный. И потанцевальный тоже, кстати. Потанцевальный выход, Если ты не знал, я танцор. Не знаю, какова история твоих... Адули Техумал. ...твоих замечательных кругляшей, но надеюсь, что они кому-то пригодятся. Называй их большие пельмени. Хорошо. Так, ну что, поехали. Еще один раунд. Аук, Мактен, Крик, К-47-ой просто какой-то сумасшедший набор. Интересно. Да, с одной стороны, на темп в А5-энд такое ощущение, что Раш и ВА работают в этой карте, но нет, не работают. Боже мой, как же он кладет. Штабелями одного за другим. Пока! Но это просто, ну, тут секс просто происходит. Причем такой, секс очень односторонний, знаете, тот, который сейчас в современном 2К21 не очень воспринимается как социально положительный. Как-то завуалировал. Давайте скажем так. А ты любишь лезвие ножа. Я люблю вуаляться, если это правильно звучит. Бля. чат поймет, чат поймет. Это десяточка, или нет, это пока девяточка для команды Эвилона. Нет, все, десятка, десятка сейчас будет, да. И будет последний раунд, первая половина. Говорят, пятерочка, команда Бустера может помочь. Но пистолетный раунд невероятно важный будет в таком случае. По деньгам там все нормально, лосс бонус есть у команды Бустера. То есть выйдут с калашами. Ой, какой грязюк. Тут просто четыре типа, знаешь, это вот картинка в жизни, где ты сидишь на диване, и вокруг тебя стоят мужчины. И это действительно без шансов. Десять четыре. То есть ты раскрыл тематику, да? Да. Понял. Да, и непонятно, как выбираться из этого всего. Ну, то есть А плент, очевидно, вообще не плент. На эншенте я уже говорил в самом начале о том, что мы увидим 14 раундов на Б и один раунд на А. Вот он был один раунд на А, теперь остался последний на Б. Таков эншент, к сожалению, в современной мете, он, правда, в другую сторону не работает. Так, но тем временем широко по карте расходится пока что. Широко за какими глазами? Команда Бустера. Ну и попытается дать в центре фраг. Пока что безуспешно. Норберт погибает. И здесь аункеров дымы могут нашить. И нашивает бустер. Отличная работа. 4 на 4. Но с центра уже дека оперирует со своей снайперской винтовкой, не позволяя выйти в плюс команде Вячеслава Бустеренко. 4 на 3. Но здесь каждый прикрывает своего тиммейта, поэтому, да, позиционка очень грамотная у команды Эвилона. Ну смотри, двойку-то на Б-планте можно выбить, почему нет? Да, да, да. Ну смотри, тут опять же Ксе. Хорошая работа. Нашел фраг по Эвилону. Ну а дальше Пока. По Поке информации нет. Но опять же под себя смог ладет, погибает Ксе. Но префон должен забирать его Алмаз. И ситуация должна быть постплентовой. 2 на 2. Но пачка пока лежит на мейне. Ситуация-то должна быть постплентовой, но походу она такой может и не стать никогда. Ну за бомбой сейчас вернется у нас номер 0. Это Кураж. А в это время Алмаз находит фраг еще по Ремидлоутор. Ну шо, соло для дека? 1 в 2. Киккор клатч. Ну этот парень может. Очень жесткий снайпер. Тут нужно, чтобы под него засетапились, да? Ну то есть, чтобы противник ошибался. А это физически... Хотя вот там... Ну ладно, там ящик. Или нет? Оу! Можно сыграть и в ящик, а ежечку. Ну уже поздно. Уже поздно. И в ответ осколочная, на которую налетает дека. Да, была осколочная причем. 10-5. Слушай, ну 5 раундов. О чем мы говорили. 5-6 раундов. Этого может хватить, но Бустеру нужен пистолетный раунд. Нужен пистолетный обязательно. Иначе, в принципе, этих 5 раундов может и правда не хватить. Потому что там выйдут условно на 12-5. А если еще за Форрес это проиграет Форрес команда Бустера, то это 13-5. И по факту там уже будет практически невозможно вернуться. Сложновато, конечно. Ну... Слушай, задача ясна. Задача понятна. Это самое главное. Бустер смотрит вперед. Заряжает свою команду на вторую половину. В свою очередь, я так понимаю, что Пока и компания просто начали... Не то, чтобы им было сложно на первой части. То есть мы помним, насколько много киллов в боковину, в спину было допущено у нас атакой. Сейчас, если Тимовилон будет просто немного лучше чекать углы, а здесь их слишком много. 90-градусные углы это вообще весь Эншент. Один бесконечный. Так что... Тут главное играть максимально внимательно. Пока... Будет открывающим в сторону неба плента. Чекает информацию. Ревенлот. Полетела первая информация. Да, за дефолтом слева увидели игрока защиты. Бустер, Кроссфайр. Так, но пока размена имеется. И два на два, дорогие друзья. Моменте. Ревенлот. Минус три при заходе на плент. Ревенлот. Он еще и на Сумфор. Детка, сколько это? Киллов. Три, четыре. Квадра. Он просто вышел как вертушечка. Всем раздал очень сильно. Ну и, конечно, последний игрок, опорный, он должен был делать этот фраг. Оставаться 1 на 1. Не случилось, не получилось. Но фраг в спину в КС-е самый сложный. Как ни крути. Что ж, возможно, что это самый быстрый вылет получается с этого турнира пока что. А, серия 2-0. Ну пока это единственный. 1-0 вообще, да, на турнире. А то же он у нас длится просто уже месяц практически. Мы так гиперболизируем этот момент. Да, я тебе говорю, полгода сидим с морем. Сезон. Групповая стадия, раунд-робин, все дела. Потом, значит, GSL-система. Квадра-элиминейшн. Так, ну, пока что Ксе пытается в дымах найти своего оппонента. Безуспешная. Велон минус по Курашу. Ксе на размене. А он Кирпока. И 4 на 2. Очередное преимущество на стороне Вади и его коллектива. Ну, как здесь выйти в плюс? Ну, вот алмаз на... Ой-ой-ой-ой-ой. Алмаз радует глаз. Алмаз. Не, кстати, можно было бы здесь сыграть. Норберт 1 на 1. Прямо перед его носом бомба и оппонент. Но нет, нет. Не дают ему сыграть. 12-5. Выяснял. И тут, кстати, ну, вы знаете, есть такая... Что-то взорвалось, по-моему. Или у кого-то. Минус стол. Ну... Боевая. Стол можно новый купить, если что. Да. Стол стоит. А вот путевку в финал нижней сетки купить нельзя. Хотя это его турнику может делать, что хочешь. Я говорю, мне похуй, я в финале, блин. Женок ва отсюда. Я выиграл. Это мой турнир. Я его играю. Типа, вы у меня в магазине, я здесь, блин. Так, ну ладно, выход на б-плент и здесь уже согнали абсолютно всех. Смотри, пацаны просто ушли от этого контакта. Говорят, пацан, давай уйдем. Но здесь подсадку делают регулярно игроки защиты, когда уходят на сейф, поэтому, может быть, мы очередную пирамидку увидим. Так вот, у меня есть мини-информация, так сказать, дополнительная, которая тебе понравится отдельно. Выяснял... Это что, ретейк? Нет? Нет, это чел. Короче, выяснял я тут... Ну, у нас же есть нижняя сетка из-за того, что есть Double Elimination. Да, в принципе, во всех киберспортивных дисциплинах Double Elimination это норма. И вот мне было интересно, если нижняя сетка у нижней сетки. Если спорт, в котором есть совсем нот. Вот, и оказывается, что на некоторых турнирах по шахматам играют, типа, 12 Elimination. Вот. Так что, да, есть нижняя сетка у нижней сетки у нижней сетки. Специально для таких, как ты. Гром. Для любителей. Нижней. Так, друзья, пушить, рашить, драйвить. Мы можем с этим замечательным автомобилем по названию Havel Jolion и, конечно же, прилетаем на следующий раунд вместе с ним. И пока тут, пока только пушит, рашит, драйвит команда Явелона. Да, она и пушит, и рашит, и драйвит. А вот парни на... у бустера на тормозах пока играют. Немножко не вписываются в поворот. И не меняют передачу. И не меняется передача для бустера в том числе. Хороший, быстрый опен от него, но, к сожалению, ничему хорошему он не привел, кроме как тому, что погибает его еще тиммейт и в упоре от Си. Одного, можно второго, беретесь от второго. Оу, два ноутскопа. Как это вообще зашло? Ну, наконец-то. Еще и Алмаз мог двоих забирать, но оставил Поке 9 хп. Или это... А, это равенло, 25 он ему оставил. Очень битые игроки команда Явелона, но у бустера в команде сейчас две снайперские винтовки. Ну и в итоге пистолет берет кураж, и Поке неужели... Ой, какой таймен. Боже ты мой. И видел последнего. Все, Поке увидел последнего, дал по нему информацию, неужели он реально в дымы залетит? Да не, можно просто остаться здесь, Хэлби. Ага. Угу. Догадливость от КСи. На таком уверенности, на таком кайфе просто Поке переигрывает. Он мог бы сделать это миллиард раз проще, но он уже хочет играться со своей жертвой. Главное, чтобы это не довело, знаешь, до точки кипения. Да, не доведет уже к ГГ, походу, с точки зрения счета. Но Поке хочет, знаешь, он хочет и передок, и, так сказать, задок и вообще во все, что называется, с боковиночки зайти. Чтобы уже было понятно, с кем тут парни. Катают. Легко. Ну, это истерика. Это истерика. У меня тоже такая же сейчас. Мы-то думали тут, ух, до трех часов ночи будем сидеть смотреть тройные допы на каждой карте. Сейчас у нас просто падает сервак, и мы ждем, пока он возобновится, и это вот два часа ночи будет. Это режиссерская команда мне говорит, пошел нахуй. Так, ну ладно. Норберт. Погибает уже Алмазер у нас. Попытка выйти на точку А, и получается вланкер. Ну все, прям эстафета по одному. Пошли, поехали. Десять матч-поинтов. Попытка, ебаная! Погибает. Слушай, Норберт, минус три. Это что, эйс, один в пять? Это кумбэк. А представь, реально с этого раунда камбэк начнется. Это такое лол будет. Походу нет, походу нет. Норберта слышно. Хотя можно прочекать, можно прочекать. Нет, все-таки не хватает здесь силушек Норберту. Он и так молодец, постарался всю свою тему. Ну и что я могу сказать? Шоу-матч против Симпла для Явелона прошел успешно. Подзарядился сегодня, просто душит. Ну это 10 матч-поинтов и 10 попыток закончить в основное время матча у команды Явелона над своим соперником, но получится ли? Шансы на возвращение, конечно, есть. Они призрачные, но можно браться, можно пытаться. Ну а больше ничего и не остается в команде. Бустер, собственно, говорят. Ага, там пулемет, плетка, дигл, эмпеха. Все нормально, все нормально. Кураж. Выход в аркаду. Блядь! Говорит, а что, здесь тоже поворот есть? Есть поворот? Кусай за хуй. Так, пока что по КД-ка. По КД-ка. Собственно, как и по КД убивают своего соперника 4 на 2. Плетка плюс дигл в паре. Ой-ой-ой-ой-ой. Красиво танцуем, парни. Ну все. Ну что, это действительно победа. Там вот один левдол, кстати. Алмаз. Понял. Че, че, это я просто... Не, я говорю, это... у Бустера один шел левнул. А, ну прям, да, не поверил. А, неважно. Алмазе! Нет, нет, нет. Это Джейджи, мы поздравляем Эвелона и его команду, которая проходит дальше по сетке. И прощаемся с Бустером. В этом турнире, да. Ну, это его турнир. Нет, я не буду. Освобождает место молодым. Сейчас ты говоришь, пошли нахуй на турнир опять. Это я вышел. Я закрываю этот турнир, короче, я на нем выиграл. Завтра не катаем. Да. Ладно, дорогие друзья, это был последний матч на сегодня, но мы еще не все обсудили, а обсудим остальные вещи на студии аналитики. Ну что, друзья, все-таки это свершилось. Команда Вади Эвелона одерживает верх над командой Славы Бустера со счетом 2-0 в полуфинале нижней сетки. К сожалению, на второй карте, да и впрочем, как и на первой интриге не было 16-6 и 16-5. 16-6, 16-5, наверное, да? Ну, типа, суммарно они забрали... У нас хотя бы один раунд взяли в защите. 11 раундов. На смене сторон нет. После смены сторон не взяли. Знаешь, 16-5? Да, тебя слышно. Я не уверена. Нет, нет, тебя слышно. Нет, ну вы видели два красивых ноузума от Ксета? Да, это, по-моему, Ксеш был. Кси-пауэр. Ну да, да, да. Экс-с, пауэр. Секси-пауэр. Секси-пауэр, короче. Секси-пауэр. Нормально. Ну, нет, на самом деле, то есть какие-то отдельные моменты можно выделить по-хорошему, но глобально с точки зрения командных взаимодействий команда Эвилона смотрелась в разы лучше. То есть тут счет прямой тому подтверждение. Ну куда? 11 раундов за две карты. У нас все карты до этого были практически ТБшные, то бишь заканчиваешь у нас 12, 13, 14 и так далее. И на допах. Здесь же борьбы не было. И по три карты, то есть каждая. Тут вопрос в том, что мне кажется, недочекано, глубоко недочекано. Эншет слишком карта про углы, и здесь, если ты хоть немножечко... Так вот, недовольный Славик прошел, видимо, пошел поздравлять парней. Так вот, и о том, что если ты просто недочекиваешь, ты проигрываешь карту и множество раундов, которые было в атаке, проигранного было проиграно просто недочека. Мы увидели тот же самый выход, самый главный, например, от Алмазера во втором или третьем девайсе, где он просто не проверил право. И таких моментов слишком много, и из-под Дефенсы было намного проще катать. Привет. Так, ну ладно. Так, Жень, у тебя есть микрофон. А у тебя еще... Можешь подать на левое? Два, два, два прям давай. Раз и два. Мы сейчас еще гости придут, мы им передадим. А можно статистику по карте? Да, статистика будет, но я думаю, она будет позже. Да, потому что у нас сначала хайлайтики будут и статистика. Но там статистика такая, печальная. Статистика, на самом деле, у нас у всех почти одинаковая, мне кажется. По-моему, ты с Покой прям летали по карте. Мы бегали, пока вообще он как долбоеб бегал и всех убивал. Знаете, есть те, кто в чате поймет, плюс в долбоеб, и вот так Пока играл, а это работало. Мы две карты носились. Это миксы же, поэтому это и работает. В командном ты сам знаешь, что это не сработало ни разу. Вот как мы играли сейчас в команду, и нас бы выебали 16.5, так же, другая команда. Но так как это микс, все, все работало. Ну да, да. Слушай, но карта Ancient оказалась прям вообще пиздец. Ну, грустной. Я очень рад был, когда кто-то сказал из ребят, что они пикнули Ancient, потому что у нас все по позициям идеально подходило. Жень, я тебя немножко перебью. У нас Вадя как раз-таки на связи. Ваш капитан, нентальный лидер и наставник, победитель. Добрый день. И все регалии именно этого человека отправляются. Вадя, с победой. Ну, рассказывай. Вадя, красава. Рассказывай свои эмоции. Ну, честно говоря, мне сегодня дали стреляться. Я очень рад. Я и на рампах стрелялся. Не было такого, как на мираже, что я закопался абсолютно. И просто стоял на шарте не в моей точке. Мне сегодня дали стреляться, я просто стрелялся. И все. Ничего такого не было. Слушай, Вадь, у нас тут созрела мысль, может, каждый раз тебе перед официалками наебениться как следует? Нет. Потом разваливать. Я объясню. Я объясню. Я вчера к оппонентам подошел немного неправильно. То есть я подошел с той стороны, что суперлегко. И я сидел, вы этого не видели, но я сидел кушал во время игры. Ребята знают. И я как бы играл на чили вчера. Да, я вчера играл на чили, я сидел кушал. А сегодня я подготовился, я специально не ел, чтобы, типа, ну, чувствовать себя хорошо. И плюс ребята мне давали возможность стреляться. То есть как бы, типа, я стрелялся, все. Ну. Понял, понял. Ну, расскажи, в принципе, ты ожидал, что настолько легкая будет игра у нас по итогам матча? Ну, вообще, вообще, смотря как ребята играют, я посмотрел, как ребята вчера играли, то я понимал, что все будет довольно просто. Единственный вариант, за который они могли побороться, это за мираж, но они его не пикнули. И на даст, я думаю, тоже у нас было бы преимущество. Ну, ты расстроен за славу? Потому что, я думаю, слава, в принципе, сейчас сам скажет, как думаешь, он расстроился. Я, честно говоря, хотел бы со славой встретиться в финале, больше они тут, потому что я понимал, что он тельтанет, это еще плюс его канал, и он на нем играть больше не будет. Значит, лучше сразу. Он не будет расстраиваться. Да, ну вот слава как раз тебе и говорит, что лучше, если бы был такой финал, то, ну, нахуй, лучше сразу. Да, финал как раз более достойный будет. А я очень сильно рад, что мы вчера проиграли, потому что это нам дало то, что мы сегодня не делали. У нас сегодня появилось немного машина в команде, это значит, что ребята хотят победить, и это суперкруто, это суперкруто, поэтому мы к завтрашним играм готовы. Но, правда, завтра будет очень долго, если мы завтра все-таки дойдем до финала, то завтра будет очень долго, но я надеюсь, что кто у нас завтра строгий, да? У вас финал нижней сетки и, соответственно, гранд-финал, если вы до него выйдете. А перерыв же будет перед финалом? Ну, я думаю, минут 20, не больше. Не, надо больше делать. Побольше сделаем, да? Побольше? Нет, что, бля, люди играют. Заебись. Отлично вообще. Просто какие-то шоу-матчи придумаем. Ну да, да. Ну там и пару аимочек, либо два на два сделаем что-то. Ну, короче, придумаем все. Нормально, нормально. Чтобы пацаны отдохнуть могли. Я думаю, завтра тоже будет нормально. Завтра будем ебать строго. Да, завтра тоже будет все хорошо. Не строго. Кстати, не знаю, Вадь, видел ты или нет, но строго сегодня просто какую-то форму ебейшую набрал. Он, по-моему, первый по статистике был среди всех игроков его команды. Да, да, причем у Вани несколько клачей. Там один в три. И то есть парень сегодня реально там невероятно хорош был по личному исполнению. Ну ладно, эти матчи будут завтра. Вадь, давай тогда тебе слово, чтобы мы с ребятами со студии обсудили. Если хочешь, можешь с нами, в принципе, повисеть. А если хочешь, передать слово. Я могу. Конечно, да, могу. А, ну все, давай тогда Слав. Нет, могу с вами посидеть. Слав, давай тогда с тебя начнем. Просто как ты видишь это изнутри? Почему так получилось? Первая карта вроде все заебись. Первые там 10 раундов это было прям суперкруто. Но потом вообще борьбы не было. Честно, на бумаге у тебя состав охуенно выглядел. Я думал, что вы победите. Когда я составлял... Ну ладно. Все, не-не-не, нормально все. Бывает со всеми. Блин. Вернемся сильнее. Есть ли такая отправная точка, на которой ты понял, что где-то что-то пошло не так? То есть какой-то момент был. Почему так сложилось? Да нет, все нормально. Нет слов, да? Когда под ней проигрывать, тяжело просто, пиздец. Блин, я понимаю. У меня жопа гагарит так больше. У меня характер в этом плане такой. То есть я сейчас, ну типа, я впитаю. Просто, понял? У меня на лицо сейчас на суд, блядь, я все выпью, все высохну и все нормально будет. А потом как соберусь и выплюну все обратно. Нет, а потом нихуя. Завтра на комментаторстве все выплюну. Давайте, все, покеду. Давайте. Все, пока, пока. Да, ну эмоции у тебя? Кофейный барон. Блядь, нет, я кофейный... То есть, ну ты понимаешь, что сейчас кофейный барон на улице Москвы выезжает? Да, это пиздец. То есть я напился кофе, блядь, в два тюбика высосал, блядь, литровых. А толку... Ну а сейчас куда мне это выплюнуть? Я хуй знает. Слушай, Женя, а что у вас случилось там с Кириллом? Как раз таки в моменте Кирилл там говорит, да хуй дарешь, блядь, что дарешь, блядь? Да там разногласия были. Мы бегали, как бы, я бы плюс всю карту и там разногласия. Помните? А меня слышали? Да, 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 да. У нас, короче, с Кириллом, у них случилось то, что они хотели выиграть. Это самое главное, ребята. Немного мошна пошла, потому что у нас Женя, ну, все-таки такой хуй сос, которому нужны фраги, и он, у него было 5 киллов, и он хотел фрагов. А поке было сложно одному играть на... Было такое. Было такое. Ну да, правда, правда, давать. Согласен с тобой. Вадя, если бы, смотри, если бы ты отдавал медаль MVP сегодняшнего матча, кому бы ты дал? Ну, в смысле, в медаль. Кирюхе. Кирюхе, Кирюхе. Не, это фейк, это фейк. Все засушили его опять. Ну, Кирюха... Да у нас Женя колил, у нас все парни были фулл фокус, у нас вообще поддерживал всех морально. Типа, у нас каждый сыграл на 100%, и поэтому... Не, я объясню, я объясню, я объясню, почему бы я дал MVP Кирюхе. Кирюха внес большой вклад в то, что он еще контролил Аункера, который каждую секунду хотел подпушить то на нюке, то какие-то колы. И у нас Кирюха это контролил каждые раунды. То есть мы где-то 5 раундов, а Ункера мы заменили. Пашня просто. Женя, мы не будем это делать. Мы делаем другое. Там пистолетку на нюке, которую вы видели. Вначале пистолетка должна была бы вообще другая. Женя, все слушаем Женя, потому что нет, нет, Женя. Нормально, нормально. У нас вообще все круто было, правда. Прям вообще прям очень круто. Слушай, мне кажется, знаешь, вот есть такие команды, которые на протяжении турнира, к примеру, да, они начинают там суперхуево, но, к примеру, взять, помнишь, и продолжают суперхуево, это мы. На Team Spirit, да, на International. Они первый день провалили, но потом по ходу турнира набирали и становились такое ощущение, что прям все ближе и ближе друг к другу. И мне кажется, вот ваша история, она вот сродни этой, что вы по ходу турнира вот только разгоняетесь и становитесь лучше только так как-то. Ну я вот офигел с Равиной, например. Я вообще, вот честно, не знал до этого, кто это, да. Ну, бля, он очень жесткий пиздец. Мы стоим, я нажимаю тап, у меня учила 15-3, понимаете. Его вообще не убивают, блядь, он соло стоит, точку держит, блядь, он прям префает очень жестко. Ну я рад прям, не знаю. У меня, ну как и на бумаге, у меня, честно, очень команда сильная была. И так у меня очень сильная команда. Вчерашний проигрыш, не факт, что показатель. Да вчера просто анлак был на Инферру. Финал у него очень интересный будет. 100%. До завтра строго. Да, но, друзья, финал нас ждет уже завтра. Напряжение растет, как растут продажи. Хэвэйл Джолиан. Недавно он вошел в топ-15 самых продаваемых моделей в России. Узнать больше о Хэвэйл Джолиан можно по ссылке внизу трансляции. Друзья, ну на сегодня все матчи уже закончены. И я выражаю крайне огромную благодарность всему стаффу, кто стоит за трансляцией. Игрокам. Охуенно было сегодня. Я не про игру, я про трансляцию. Кайфанул. От просмотра первой игры. Я ебало хочу закрыть сейчас больше, чем эфир. Ой, брат, но я тебя сейчас поддержу. Обниму тебя в свои крепкие объятия. Спасибо большое, что посмотрели. Завтра ждем всех на эфире. Завтра, я думаю, очень горячо будет. Прям напряженно. Я рад, честно, что мы вылетели с такой игрой. Нам еще бы по-хорошему, чтобы кто-то ебло обоссал в 7-пятерых. Да, друзья, завтра финал нижней сетки стартует в 15.00 по Москве. Также два матча в формате Быстров-3 и Грандфинал, соответственно, после финала нижней сетки. Ну а сегодня мы прощаемся с вами. Да, пацаны. Бустер, Кристал Мэй, меня зовут Герман Громов, мама Свиги, Женька Ункер, Кирилл Пок. В общем, всем, кто был, огромное спасибо. Мы вас очень любим и увидимся уже завтра. Тема Кедова, да.